Мы всю жизнь что-то ищем. Вы не задумывались об этом? Нам всё время чего-то не хватает. Одни ищут деньги, другие – любовь, третье – смысл жизни. Кто-то всю жизнь тратит на то, что ищет счастье. Нам всегда кажется, что после чего-то необыкновенного и глобального мы станем счастливее. Мы гонимся за неопределённым, непонятным нам самим счастьем. Ведь никто не может сказать, что именно он понимает под словом «счастье». Мы ставим бессмысленные цели, идём к ним, и зачастую понимаем, что это нам оказывается не нужно. Нам всегда кажется, что счастье где-то там, впереди, за очередным поворотом судьбы. Но всегда оказывается, что за этим самым поворотом ждёт новый поворот. И так каждый раз. И это вполне нормально, что в 19 лет вам казалось, что счастье за поворотом 20-летие. В 30 мы говорим себе, что вот, я женюсь, буду счастлив. Спустя полгода для счастья потребуется сменить квартиру или машину. И вот уже 50. А то, что мы искали всю жизнь, так и не нашли. И только когда жизнь, перевалив за пиковую точку подъёма, и развитие начиная спускаться вниз, мы с тоской осознаём, что счастье не где-то там, а здесь и сейчас, в мелочах жизни. Но поняли мы почему-то это слишком поздно. Каждый из нас когда-то мечтал стать миллионером. И если задуматься, это не принесёт нужного счастья, а только умножит наше желание постоянно лететь вперёд, в поисках чего-то непонятного и сделает нас нервными, жёсткими и холодными. Я не имею много в жизни. У меня нет пентхауса, мерседеса и миллионного счёта. Но у меня есть всё необходимое для того, чтобы назвать себя счастливым человеком. Миллионер богат, успешен, но он ниже меня, бедного, потому что он не может замечать радости жизни в столь мелких деталях, как мы, обычные люди. Его терзают страхи по ночам, что его бизнес разорят конкуренты. Жена красавица уйдёт к другому, потому что у него на неё нет ни времени, ни сил. Банк обанкротится и так далее. Получив желаемое в причём таком-то тайном изобилии, он теряет цену и радость вещей. И я получаюсь выше его. Я бедна, но я свободна и счастлива. Я могу каждый вечер пойти полюбоваться закатом. Могу спокойно спать по ночам, не боясь, что меня ограбят. И покупая какую-то вещь, на которую зарабатывала, или долго копила, или просто очень давно хотела, я на самом деле испытываю счастье. У меня есть люди, которым я могу сказать, как я их люблю. И они ответят мне взаимностью, искренней любовью, потому что они любят меня за то, какая я есть и кто я есть, а не за подарки стоимостью в полмиллиона долларов. А если задуматься, как часто мы говорим о чувствах своим близким, как часто дарим цветы, кто-нибудь, иди с работы, или просто иди в гости к родителям, покупай маленькую безделушку, чтобы просто в обычный день порадовать близкого. И если вы, прослушав этот монолог, увидели в нем себя, что-то осознали и хотите исправить, значит, все не зря. И от этого я счастлива. Просто от того, что вы прослушали мой монолог. Просто от того, что вы, дорогие слушатели, у меня есть. Спасибо.